приветствую всех на своем канале mytnetwork в этом уроке мы с вами будем вязать вот такой красивый узор вяжется он совсем не сложно раппорт узора высоту 4 ряда ширину 9 петель у меня на образце здесь связано 3 раппорта узора по 9 петель и вот так узор смотрится с изнаночной стороны для образца нам нужно набрать количество петель кратное 9 плюс 2 петельки для симметрии и 2 кромочные петли 1 петля для симметрии у нас будет в начале после кромочной 2 петля для симметрии будут в конце ряда перед кромочной петлей а сейчас давайте приступим к вязанию для своего образца я набрала 2 раппорта узора по 9 петель это 18 плюс 2 петли для симметрии 20 и 2 кромочные петли сейчас у меня на спицах набрано 22 петли и приступаем к вязанию вяжем первый ряд кромочную петлю снимаем и в начале ряда у нас петля для симметрии провязываем ее изнаночной петлей а дальше начинаем раппорт узора в ширину 1 изнаночная петля 2 лицевые петли 1 2 дальше нам нужно с одной петли провязать 3 провязываем лицевую за переднюю стенку не снимая петельку с левой спицы вяжем лицевую за заднюю стенку это уже две петли и осталось еще одна провязываем лицевую за переднюю стенку получается мы чередуем лицевая за переднюю стенку за заднюю стенку за переднюю стенку мы провязали с одной петли 3 провязанную петлю снимаем со спицы. 1 лицевая петля. Дальше вяжем с 1 петли 3. Точно так же. Вяжем 1 петелька за переднюю стенку, 2 петля за заднюю стенку и 3 петля за переднюю стенку. Провязанную петлю снимаем со спицы. 2 лицевые петли 1, 2, 1 изнаночная. И мы связали рапорт нашего узора. Затем повторяем его сначала. 1 изнаночная петля. Обратите внимание, после набора петель все петли я провязываю за переднюю стенку. 2 лицевые петли 1, 2. Дальше нам нужно провязать с 1 петли 3. Вяжем лицевую за переднюю стенку. Не снимая петлю вяжем лицевую за заднюю стенку. Вытягиваем петли одинаково, чтобы они все были равномерные. И провязываем лицевую за переднюю стенку. Я провязала с 1 петли 3. за переднюю, за заднюю и за переднюю стенку. Провязанную петлю снимаем со спицы. 1 лицевая петля. Дальше провязываем с 1 петельки 3. Вяжем лицевую за переднюю стенку. Затем вяжем лицевую за заднюю стенку и лицевую за переднюю стенку. Провязанную петлю снимаем со спицы. 2 лицевые петли 1, 2, 1 изнаночная. И мы связали еще один рапорт. В конце ряда у нас осталась петля для симметрии. Провязываем ее изнаночной петлей. И кромочная в конце ряда изнаночная. И мы довязали первый ряд. Второй ряд узора. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда у нас петля для симметрии. Провязываем ее лицевой петлей. А дальше вяжем схему нашего узора. Одна лицевая петля. Смотрите, лицевые петли, начиная со второго ряда, я провязываю за заднюю стенку. Две изнаночные петли. 1, 2. Дальше перебрасываем рабочую нить перед работой и смотрим. У нас на левой спице сейчас вот первые три петельки это те, которые мы провязывали с одной петли 3. Дальше центральная петля с лицевой стороны. Мы вязали ее лицевой. И обратно с одной петельки 3. Вот 7 петель у нас. С одной петли 3. Лицевая с одной петли 3. Эти 7 петель нам нужно сейчас переснять с левой спицы на правую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переснимаем петельки. Не провязываем их. Рабочая нить перед работой. Дальше вяжем 2 изнаночные петли. 1, 2, 1 лицевая. Мы связали схему нашего узора. Сильно нить здесь не натягиваем, чтобы вязание наше не стянулось. Теперь начинаем схему сначала с первой петли. 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 1, 2. Перебрасываем рабочую нить перед работой и 7 петель снимаем. Вот первые 3 петельки это те, которые мы вязали с одной петли 3. Затем центральная петля и с одной петельки 3. Вот 3 петельки. Переснимаем 7 петель на правую спицу. Вяжем 2 изнаночные петли. Нить сильно не натягиваем. 1, 2, 1 лицевая. И мы связали схему нашего узора. В конце ряда у нас осталась петля для симметрии. Вяжем ее лицевой и кромочная изнаночная. Петли для симметрии с лицевой стороны мы вяжем всегда изнаночными петлями, а с изнаночной стороны вяжем всегда их лицевыми петлями. И мы довязали второй ряд. Третий ряд узора. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда у нас петля для симметрии. Вяжем ее изнаночной петлей. И начинаем вязать схему узора. Одна изнаночная петля. Дальше смотрим. У нас на левой спице идут 2 лицевые петли, а следующие 3 петельки это те, которые мы вязали с одной петли 3. Нам нужно эти петли поменять местами. Вводим правую спицу в 3 петли, которые мы вязали с одной. Пропускаем 2 лицевые, а в следующие 3 петельки вводим правую спицу. Снимаем все 5 петель со спицы. За работой левой спицей подхватываем лицевые петли. Смотрите, получается мы вернули лицевые петли обратно на левую спицу, а 3 петельки у нас еще на правой спице. Также возвращаем их на левую спицу и провязываем вместе лицевой все 3 петельки. В первом ряду мы вязали с одной петли 3, а в третьем ряду мы провязываем 3 вместе. Дальше провязываем 2 лицевые, которые мы поменяли местами. Получается вот эти петельки мы перекрестили с наклоном вправо. Дальше у нас идет лицевая, но центральную лицевую, вот смотрите, которая идет у нас по центру, мы провязывать будем всегда за переднюю стенку. С лицевой стороны вяжем ее за переднюю стенку. И смотрим дальше. У нас на левой спице вот с одной петельки 3, а дальше 2 лицевые. Нам также нужно их поменять местами. Только теперь нам нужно поменять их с наклоном влево. За работой правую спицу вводим в четвертую и пятую петлю. Смотрите, 3 петельки мы пропускаем, это с одной 3, а лицевые петли подхватываем. Снимаем все 5 петель с левой спицы, затем левой спицей подхватываем петли перед работой. Вот с одной петельки 3, 3 петли подхватываем. И лицевые петли также возвращаем обратно на левую спицу. Мы поменяли местами лицевые петли и с одной петли 3. Сначала провязываем 2 лицевые петли, а дальше следующие 3 петли провязываем вместе. И у нас получилось, вот мы перекрестили петли с наклоном влево. Дальше вяжем 1 изнаночную. И мы связали схему нашего узора. Теперь начинаем ее сначала с первой петли. 1 изнаночная петля, дальше нам нужно перекрестить 5 петель с наклоном вправо. Перед работой вводим правую спицу в 3 петельки. Те, которые мы вязали с одной 3. Вот 2 лицевые я пропустила. Снимаем все 5 петель с левой спицы. За работой подхватываем 2 петли и возвращаем 3 петельки также на левую спицу. Мы поменяли петли местами. Эти 3 петельки, не вытягивая спицу, провязываем вместе лицевой. Дальше вяжем 2 лицевые. Вот мы перекрестили петли с наклоном вправо. Дальше у нас центральная петля. Провязываем ее лицевой за переднюю стенку. Смотрите, я вяжу ее за переднюю стенку, чтобы петля была не скрещенная. Если я провяжу за заднюю стенку, у меня получится скрещенная петля. У меня не будет идти тогда по центру вот такая аккуратная косичка. Для этого петельку провязываем за переднюю стенку. Вот, и у меня будет идти ровная косичка. Смотрим дальше. У нас 3 петельки с одной, вот 3 петли с одной, и дальше 2 лицевые. Нам нужно эти петли поменять местами, с наклоном влево. За работой. Правую спицу, смотрите, пропускаем 3 первые петли, а в следующие 2 петли вводим правую спицу. За работой. Вытягиваем левую спицу. Перед работой подхватываем 3 петельки, которые мы вязали с одной петли. Затем на левую спицу возвращаем лицевые петли. Сначала вяжем 2 лицевые петли, а дальше провязываем 3 вместе лицевой. Провязанные петли снимаем. Одна изнаночная. И мы связали еще один раппорт. В конце ряда у нас осталась петля для симметрии. С лицевой стороны вяжем ее изнаночной петлей. И кромочная в конце ряда изнаночная. И мы довязали третий ряд. Разворачиваем наше вязание и вяжем четвертый ряд. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда одна лицевая. Вяжем лицевую петлю. Это петля для симметрии. А дальше вяжем схему нашего узора. Одна лицевая петля. Три изнаночные. Один, два, три. Следующую петлю нам нужно переснять. Рабочая нить перед петлей. Переснимаем ее. Смотрите, рабочая нить у нас перед работой. Это центральная петля. Нам нужно, чтобы она у нас была выпуклая. Чтобы она была заметная. Поэтому в изнаночных рядах мы ее всегда снимаем. Во втором ряду мы все семь петель переснимаем. А в четвертом ряду снимаем только одну центральную петлю. Вот смотрите. Снимаем петлю. Рабочая нить перед работой. Три изнаночные. Один, два, три. Одна лицевая. И мы связали схему нашего узора. Затем повторяем сначала. Лицевая петля. Три изнаночные. Один, два, три. Следующая петля. Это центральная. Переснимаем ее. Рабочая нить перед работой. Не провязываем петлю. Три изнаночные. Один, два, три. Одна лицевая. И мы связали еще один рапорт. В конце ряда у нас петля для симметрии. С изнаночной стороны вяжем ее лицевой. И кромочная, изнаночная. И мы довязали четвертый ряд. Довязав четвертый ряд, мы связали полностью рапорт нашего узора. Дальше будем вязать, повторяя с первого ряда. После первого рапорта, первый ряд вяжется немного по-другому. Сейчас я вам покажу. Кромочную петлю снимаем. Дальше у нас идет петля для симметрии. Провязываем ее изнаночной. И начинаем рапорт нашего узора. Одна изнаночная петля. Две лицевые. Смотрите, две лицевые. Провязываем за заднюю стенку. Со следующей петельки нам нужно провязать три. В первом ряду, после наборного ряда, мы провязывали за переднюю, за заднюю и за переднюю стенку. А начиная со второго рапорта, все первые ряды будем вязать таким образом. Провязываем лицевую за заднюю стенку. Не снимая петлю, вяжем лицевую за переднюю стенку. И не снимая петлю, провязываем еще одну лицевую за заднюю стенку. Я провязала с одной петли 3. Провязанную петлю снимаем со спицы. Дальше вяжем лицевую петлю. Смотрите, это центральная лицевая петля. Ее в лицевых рядах мы будем всегда вязать за переднюю стенку. Дальше вяжем с одной петли 3. Провязываем лицевую за заднюю стенку. Петельку вытягиваем. Лицевую за переднюю стенку и лицевую за заднюю стенку. Петли вытягиваем, чтобы у нас были они не короткими. Теперь провязанную петлю снимаем со спицы. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. Мы связали схему нашего узора. Затем повторяем сначала. Изнаночная петля, 2 лицевые петли, дальше нам нужно провязать с 1 петли 3. Вяжем лицевую за заднюю стенку, лицевую за переднюю стенку и лицевая за заднюю стенку. Провязанную петлю снимаем. Центральную лицевую петлю вяжем лицевой за переднюю стенку. С 1 петли 3, лицевая за заднюю стенку, за переднюю стенку и за заднюю стенку. Провязанную петлю снимаем. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. Мы связали еще один рапорт. В конце ряда петля для симметрии изнаночная и кромочную также вяжем изнаночной петлей. И мы провязали первый ряд. Второй ряд уже вяжется точно так же, как мы вязали и в первом рапорте узора. Кромочную петлю снимаем, дальше провязываем лицевую петлю, это петля для симметрии, а дальше вяжем по схеме нашего узора. 1 лицевая, 2 изнаночные петли, дальше перебрасываем рабочую нить перед работой и снимаем 7 петель. Вот 3 петельки, которые мы провязывали с 1-3, центральная петля и 3 петельки, которые мы провязывали с 1-3. Рабочая нить перед работой. Вяжем 2 изнаночные, 1 лицевая, и мы связали рапорт нашего узора. Затем повторяем его сначала. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, рабочая нить перед работой. 7 петель переснимаем, не провязываем. 1-2-3-4-5-6-7. 2 изнаночные петли, рабочая нить у нас перед работой. 2 изнаночные, 1 лицевая, и мы связали еще один рапорт. Смотрите, вот у нас протяжка, она у нас стянулась. Мы провязывали здесь вместе петельки, у нас протяжки с изнаночной стороны будет не видно, только ее видно, когда мы вяжем этот ряд. 1 лицевая петля, это петля для симметрии, и изнаночная. И мы связали второй ряд. Разворачиваем наше вязание и вяжем третий ряд. Кромочную петлю снимаем, 1 изнаночная, это петля для симметрии, а дальше вяжем по схеме нашего узора. 1 изнаночная петля, дальше нам нужно поменять местами. Вот 2 лицевые мы пропускаем, правую спицу перед работой вводим в 3 следующие петли после лицевых. Вот 2 лицевые, а дальше с одной петли 3. Подхватываем 3 петельки, снимаем с левой спицы, за работой 2 лицевые подхватываем и 3 петли также возвращаем на левую спицу и вяжем их вместе лицевой. 2 лицевые петли, вот мы перекрещение сделали с наклоном вправо. Центральную лицевую петлю мы всегда провязываем за переднюю стенку, дальше нам нужно перекрестить петельки с наклоном влево. 3 петли, вот первые 3 петельки мы провязывали их с одной петли. Их мы пропускаем и за работой в следующие 2 петли, 2 лицевые, вводим правую спицу. Снимаем петли с левой спицы, перед работой подхватываем 3 петельки левой спицей подхватываем и 2 лицевые, также возвращаем на левую спицу. Вяжем их лицевыми петлями, а 3 петли, которые мы провязывали с одной петельки, вяжем вместе лицевой. Дальше вяжем 1 изнаночную и мы связали рапорт нашего узора. Теперь начинаем рапорт сначала. 1 изнаночная петля, дальше нам нужно перекрестить петельки с наклоном вправо. Перед работой вводим правую спицу в 3 петельки, вот мы 2 лицевые пропускаем, а следующие 3 петли это те петли, которые мы вязали с одной петли. Вводим правую спицу в 3 петли, снимаем 5 петель с левой спицы, за работой подхватываем 2 лицевые петли и возвращаем 3 петельки обратно на спицу и сразу же их провязываем лицевой петлей. Дальше вяжем 2 лицевые петли, центральную петельку вяжем лицевой за переднюю стенку и дальше делаем перекрещение с наклоном влево. У нас идет 3 петельки с одной и 2 лицевые. За работой вводим правую спицу в 2 лицевые петли, вот 3 петли я пропустила 1, 2, 3. Снимаем 5 петель с левой спицы, перед работой подхватываем 3 петли и возвращаем лицевые петли обратно на левую спицу. Провязываем 2 лицевые петли, а 3 петельки вяжем вместе лицевой. Вот мы перекрестили петли с наклоном влево. Одна изнаночная. И мы связали еще один раппорт. Дальше в конце ряда у нас осталась петля для симметрии, вяжем ее изнаночной на лицевой стороне и кромочная изнаночная. И мы довязали третий ряд. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем последний ряд раппорта. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда петля для симметрии вяжем ее лицевой, а дальше по схеме нашего узора. Одна лицевая, 3 изнаночные петли 1, 2, 3. Следующая петля это центральная. Ее мы переснимаем рабочая нить перед работой. Эту петлю мы с изнаночной стороны ни в каком ряду не провязываем, а всегда переснимаем. 3 изнаночные 1, 2, 3. Одна лицевая. Мы связали раппорт нашего узора. Смотрите у нас протяжек уже не видно с изнаночной стороны. Теперь повторяем раппорт сначала. Лицевая, 3 изнаночные петли. Следующую петлю переснимаем рабочая нить перед работой. 3 изнаночные петли, 1 лицевая. И мы связали еще один раппорт. В конце ряда у нас петля для симметрии. Вяжем ее лицевой и кромочная, изнаночная. И мы довязали четвертый ряд. Довязав четвертый ряд, мы связали полностью раппорт нашего узора. Дальше вяжем, повторяя с первого по четвертый ряд. И так вяжем до нужной нам высоты. Провязав еще несколько раппортов, смотрите какой красивый объемный узор у нас получился. Это лицевая сторона узора и изнаночная сторона. Вот на белом цвете узор видно лучше. Смотрите. Белая ниточка у меня толще. Я вязала в две нити и узор получился более объемный. Вот такой красивый узор сегодня мы с вами связали. Если вам понравился урок и был полезен, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Всем пока! До скорых встреч!